я вас приветствую мои дорогие стрельцы как я обещала этот месяц декабрь это ваш месяц мои хорошие ноябрьских ранних стрельцов я поздравляю с днем рождения пусть у вас мои хорошие все сбывается все будет хорошо все получается в этой жизни а мы сейчас давайте посмотрим с вами прогноз на декабрь это последний месяц года и первый месяц зимы вообще в жизни все циклично где-то что-то заканчивается и тут же сразу начинается поэтому вот вам живой пример как бы примеры из нашей жизни которых мы не задумываемся ну давайте посмотрим мои хорошие давайте посмотрим что же вас ожидает в декабре по мнению карт таро и так стрельцы декабрь 2020 года смотрит как же он у вас пройдет и так как всегда три карты ухты первая карта 2 ох и третья карта ой мои хорошие как все будет замечательно и каждой карте мы еще вытащим по две карты просто протрактуем и в конце карту месяца мы вытащим из колоды вечерца и так стрельцы по порядку я сразу хочу сказать что месяц у вас будет вообще фантастический очень хороший итог будет денежные или почет или деньги или в общем-то все будет у вас вообще замечательно очень многих в декабре ожидает успех даже не заслуженный успех только нужно сделать как бы свои движения в правильном направлении но об этом мы сейчас поговорим подробно какой-то триумф вас ожидает сразу же с начала месяца стартуем и поехали все по порядку и так первая карта первая карта у нас такая замечательная карта туз жезлов туз жезлов о чем же он нам говорит конечно же тут же туз жезлов это триумф это успех это удача это победа это в общем-то такая карта прорывная эта карта начала какое-то будет вообще начало какое-то будет вообще феноменальная в чем-то начинайте не бойтесь начало декабря вот но я хочу сказать что жезла у нас огненная стихия поэтому это будет абсолютно ваш успех абсолютно как сказать такой ну можно сказать авторские можно сказать цели направленные именно на вас это ваш успех стрельцы поскольку вы огненный знак и здесь у нас туз жезлов выпал это процветание это в общем-то ну она настолько хороша эта карта в общем-то как и многие из колоды у нас вообще не бывает плохих карт как я говорю карты нас ни к чему не приговаривают всегда это надо помнить мы просто смотрим немножко помогаем себе чтобы вот понимать настроение текущих каких-то событий вот и у нас первая декада декабря для стрельцов для вас мои дорогие стрельцы вообще ознаменуется каким-то триумфом какой-то победой каким-то достижением достижением это может быть и начало чего-то начало бизнеса начало проекта ну не знаю начало может быть вы начнете работать на каком-то новом месте ну и так далее вот что-то какое-то начало и она будет очень хорошее обратите внимание пожалуйста на то что на цифру 1 обязательно мы всегда обращаем в этих картах да то есть это ну вам виднее что это день неделя месяц год там ну и так далее либо это ну цифра 1 на нее нужно акцентировать вообще вы мы вытаскиваем дополнительных две карты и смотрим трактуем как же это у нас будет звучать но смотрите начало начало у нас в общем-то об этом у нас говорит и пажа жезлов тоже в принципе огненная стихия до пажа не всегда говорят о начале и о каком-то зарождении чего-то они вообще нас у нас еще олицетворяют маленьких детей до семи лет но как бы это у нас не индивидуальный расклад поэтому мы смотрим общий прогноз выпала у нас такая карта десятка мечей да ну такая карта и и многие боятся ее олицетворяют но она падает у нас обратите внимание не с плохими картами поэтому сама по себе она нам говорит о том что какая-то новость в первой декаде какая-то новость вы может быть испугаетесь какой-то новости это не физическое тело это ментальное тем более тем более мечи у нас говорят слухи сплетни то что услышал какие-то новости это говорит о об информации скажем тогда какая-то информация вам не понравится но я хочу акцентировать на том что у нас вот эта ведущая карта это у нас туз жезлов и именно она нам говорит о настроении первой декады вот и о том что что-то будете начинать начинайте не бойтесь ничего вот вот не бойтесь будет что-то вас останавливать возможно пугать и так далее ничего не бойтесь не раскисайте все это пройдет это все проходимо мы смотрим на десяти дневку это все вот эта десятка она нам как бы такую картину немножко исказила но тем не менее я говорю что сильные карты это у нас туз они тузы вообще приравниваются к старшим арканом мои хорошие поэтому естественно мы обращаем внимание на карты которые у нас весомий и в данной в данном раскладе у нас конечно весом именно туз жезлов и он говорит нам о каком-то грандиозном начале вторая карта вторая карта у нас вообще старшие арканы у нас колесо фортуны даже само название колесо фортуны вторая декада мои дорогие стрельцы вторая декада для вас может вообще ознаменоваться успехом вы знаете эта карта даже когда у нас успех незаслуженный она настолько хороша эта карта это продвижение вперед это вообще не стоять на месте вперед надо чего-то добиваться надо что-то делать для достижения каких-либо своих результатов целей и так далее в негативе в негативе эта карта может говорить о том что это будет хождение по кругу то есть это цикличность это то что может повторяться какие-то события могут для вас когда ничего вы для этого не делаете не прикладываете для продвижения никаких усилий тогда конечно у нас события повторяются и они идут по кругу опять тоже самое опять будет также как было но я хочу сказать что карта 10 десятка тоже обращаем внимание на десятку 10 число может быть с 10 числа какие-то у вас будут сдвиги с 10 декабря до либо на десятый день после какого-то начала либо вот десятый месяц после вашего персонального дня рождения не забываем что вы именинники что у многих начинается персональный новый год это тоже нужно учитывать и в общем-то про соляр не забываем кто смотрит мои видео те знают что соляр у нас такой существует когда 12 дней олицетворяют собой 12 месяцев личного персонального нового года вот но я хочу сказать что вот эта карта колесо фортуны конечно же она нам говорит и она нас вообще-то призывает к движению вперед к переменам перемены к лучшему однозначно и хочу сказать что эта карта нам вообще говорит о повороте судьбы говорит о получении прибыли о деньгах если вы должны получить какие-то деньги либо вы что-то до этого делали но хотя я повторю что эта карта даже не заслуженный успех то есть у вас будут деньги вот это шанс это вам дается какой-то шанс это везение удача вот вы прямо это ключевые слова этой карты то есть вот к везению к удаче пусть она нас эта карта приговорит поскольку мои хорошие у кого шли дела не очень хорошо эта карта перемен я хочу сказать и конечно же она нам говорит о том что нас ожидает удача успех переход на следующий уровень более высокий то есть возможность роста эта карта нам дает возможность роста но выигрыш лотерею даже поскольку это колесо фортуны не забываем да это выигрыш лотерею сюрпризы и ну какой то не знаю в общем то давайте посмотрим еще две карты ну тут очень хорошо даже вот вторая декада не упустите вот нам кстати даются шансы на самом деле не упустите пожалуйста своих шансы ох карта смерть выпала к колесу фортуны замечательно и карта башня смотрите какая-то будет трансформация на фоне этого вы знаете я хочу сказать у вас будут какие-то действительно глобальные перемены но вы их не бойтесь бояться не нужно заканчивается какой-то период у вас вы знаете умирает только то что уже сломано либо то что уже не должно не имеет в общем то смысла на продолжение до чего-то чего-либо я что хочу сказать в отношениях возможно многие стрельцы поменяют в середине декабря ну поменяют партнеры это наверное как-то неправильно сказать но возможно у вас будут какие-то перемены в личной жизни трансформация то есть у вас умирают отношения но у вас дает судьба вам огромный огромный шанс на везение на удачу на какой-то новый виток жизненный такой причем ну глобальный скажем так да башня нам тоже говорит о разрушении старого разрушается старая умирает вообще вот эта карта смерть в ее не бойтесь потому что это хорошая карта на замечательная карта в колоде это карта вообще трансформации и она нам дает понимание о том что пришло время перемен пришло время перемен и даже вы знаете вот на уровне вот этих карт я могу сказать что многие устраивают себе сами перемены то есть делают какие-то ремонты меняют жилье переставляют мебель перестановку вот сами как бы проигрывают вот эти карты все поэтому кто боится кто там опасается чего-то либо неспокойно просто можно на этом уровне на уровне того что там вы стол переставили рабочий в другое место и уже вам пожалуйста как бы друга другая энергетика пошла на новом месте и так далее поэтому не забывайте карты хорошие не бойтесь их карты хорошие карты перемен трансформации удачи везения то есть мощное какое-то начало вы знаете и третья декада я хочу вам сказать посмотрите это тройка пентакли это деньги тройка пентакли это карта почета это понимаете когда вы проходите какую-то определенную проверку и поднимаетесь на уровень выше когда вас повышают в должности когда вы приобретаете какой-то навык профессиональный новый да и вы становитесь уже специалистом это вот такая карта когда на вас захотят равняться когда ваши работы ставят в пример когда в общем то ну так чтобы вы понимали эта карта в общем то такой почета после каких-то проверок то есть у вас идет какой-то может быть переподготовка переквалификация какая-то да ну повышение квалификации и вы уже становитесь новым специалистом на новый уровень и самое в общем то ключевое такое что в работе на вас будут равняться и вас отметят ваши успехи кстати это как раз таки у нас третье декада декабря где в общем то ну все заслуги подчеркиваются годовые может быть это так будет проходить ну и давайте еще две карты чтобы поскольку вообще конец года у вас просто замечательные мои хорошие стрельцы вы действительно везунчики потому что смотрите у нас опять таки выпал туз и туз пентаклей туз пентаклей это деньги это какое-то начало чего-то начало грандиозное и оно нам говорит о поступлении денежном если возможно кому-то вернут крупные долги если вам были должны кто-то получит и деньги которые давно зарабатывал давно как бы должны были получить и вот наконец-то вы их получите кому нужна помощь но таких меньше да потому что здесь в общем то такие расклады что речь не о помощи идет но тем не менее кому нужна помощь тот получит помощь вы только просите и вы получите и в общем то вам дадут потому что знают ваши заслуги и в общем то все будет кстати вращаться вокруг тоже вашей специальности профессии так чтобы вы понимали ну и здесь конечно семейные дела это четверка жезлов это когда нам нравится где мы находимся когда мы испытываем такое удовольствие находясь находясь на 44 угла 4 стены находясь каком-то ну не знаю свои в своем жилье может кто-то жилье поменяет из вас декабре как раз под новый год переезд будет да и вам понравится где вы проживаете где вы находитесь кто-то на отдых поедет тоже будет очень очень приятно находиться это какой-то сбор урожая даже возможно вы знаете все идет к деньгам вот все вся третья декада нам говорит о поступлении денег для стрельцов мои хорошие поэтому я хочу сказать что декабрь у вас просто вообще вообще феноменальный грандиозные я просто желаю от всей души вам чтобы все это у вас проигралась и все сбылось но и не не на примену напомнить естественно что все конечно зависит от нас не только от карт но и от нас нам даются шансы нам дается направление как бы вектор вектор мы направляем картами до вытаскиваем смотрим а вы уже действуйте мои хорошие давайте посмотрим одну карту извечеверса мы посмотрим настроение месяца что же у нас будет настроение месяца одной картой ну-ка для стрельцов ох мои дорогие стрельцы любимые вы посмотрите это десятка кубков десятка кубков это любовь это брак это чувство когда вы вы полны чувств когда вам все нравится в жизни представляете вот эта карта такая она кстати десятки вообще у нас орицетворяют такой определенный уровень когда мы выходим на вершину да уже вот последняя ступень мы выходим на вершину и вот мы на вершине так вот мои дорогие многие из вас выйдут замуж и женятся возможно в декабре либо подадут заявление в за кстати хочу сказать что самое хорошее время для регистрации брака мои хорошие стрельцы это с 20 по 30 декабря это это что касается астрологии под скажем так вот поэтому многие из вас решат решат объединиться и это будет возможно у нас рождается новая семья новые отношения но это когда все нравится если это не касается у вас любви отношений чувств хотя все только от вас зависит почему бы и нет да вот то конечно это когда нравится мы вкусно кушаем пьем вкусно находимся в хорошем месте вот посмотрите какие просто у вас карты роскошные выпали на декабрь мои дорогие стрельцы похоже вы будете в общем-то в декабре ваш месяц не зря это ваш ваш месяц ваша стихия вы будете везунчиками счастливчиками у вас все будет хорошо мои дорогие стрельцы я на этом закончу я желаю вам прекрасного прекрасного месяца чтобы у вас исполнилось все что мы с вами проговорили проиграли поздравляю вас еще раз с вашими персональными днями рождения с персональным с началом персонального нового года не забывайте об этом но я вас люблю целую пока пока и уже ждем сейчас прогнозов скоро попытаюсь выложить очень загруженного времени попытаюсь выложить на 2021 год там у нас ждет очень много интересного ну и пока пока хорошего декабря